Посмотрите на этот чувак. Господа, я прекрасно понимаю, что вы хотите стильно одеваться, независимо от того, насколько на улице жарко. Но на самом деле многие мужчины совершают серьезные ошибки, когда надевают вещи из своего летнего гардероба. Сегодня я расскажу, как избежать этих ошибок, чтобы выглядеть потрясающе в самую жаркую погоду. Первое. Рубашки. В частности, я хочу рассмотреть рубашку пола с коротким рукавом и пуговицами. Два элемента летнего гардероба стильного мужчины. И самая главная ошибка, которую я вижу у большинства парней, заключается в том, что они носят рубашку не своего размера. Они им просто не подходят. Большинство парней носят рубашки, которые им слишком велики, а иногда слишком малы в плечах. Плечевой шов должен находиться там, где заканчивается плечевая кость. Далее поговорим о груди и талии. Что ж, мишковатые футболки хороши, если вам нравится такой образ. Но вот если футболка сидит так тесно, что пуговицы вот-вот готовы отлететь, очков вам такой вид не прибавит. Если вы ходите в тренажерный зал, с телосложением у вас все в порядке. Хорошо покрытый икрой подчеркнет вашу фигуру. Говоря о руках, то есть о том, как футболка должна на вас сидеть в рукавах, длина рукава должна достигать середины бицепса. Если рукав длиннее, футболка будет выглядеть неряшливо. Если рукав короче, вы не будете выглядеть достаточно мужественно. Что касается ширины рукавов, чаще всего у футболок рукава болтаются, если только у вас не руки качка. Но их можно ушить. Но если у вас накачанные руки, не носите футболки, которые в рукавах буквально перекрывают вам кровообращение. Идеальные рукава должны слегка облегать ваш бицепс, не вызывая дискомфорта. Далее длина рубашки. Полы и футболка должны по длине быть на 5-7 сантиметров ниже линии пояса. Рубашки на пуговицах могут быть немного длиннее, но не стоит с этим увлекаться. Лучше выбрать на 7-10 сантиметров ниже линии талии. Руководствуйте следующим правилом. Избегайте рубашек, которые настолько вам коротки, что каждый раз, поднимая руки, вы демонстрируете живот. С другой стороны, не стоит выбирать рубашки, в которых вы выглядите так, будто надели платье. Далее поговорим об одном из самых недооцененных предметов летнего гардероба мужчины – о его носках. Первое, о чем вы могли подумать, лежит на поверхности. Носки с сандалями – это ужасный грех против стиля. Но, господа, есть множество других ошибок, связанных с носками и обувью, о которых вы, возможно, не подумали. С шортами не следует носить носков, даже если их носки по щиколотку. Найдите лучше такие носки-невидимки, которых вообще не видно. Они отлично смотрятся с лоферами. Но многие из вас могут подумать, что ж, тогда лучше обходиться без носков. Зачем тратить деньги на то, что никто не видит? Ребята, если носить обувь на голую ногу, она быстро начнет неприятно пахнуть. Поэтому лучше купить носки-невидимки. Поверьте, они относительно недорогие. Ищите носки по выгодной цене. Обязательным элементом гардероба следующего лета, о котором мы должны поговорить, являются шорты. И снова непростительно, если вы, ребята, подбираете шорты с плохой посадкой. Серьезно, многие парни носят слишком широкие шорты. В них, ребята, у вас какие-то куриные ножки. Хорошо сидящие шорты должны облегать вашу ногу. Но не сидеть в облипку, должно оставаться где-то еще 5 сантиметров ткани. Если у вас остается лишних 15 сантиметров, знайте, это слишком много. Вы можете отнести эти шорты к партному и попросить его их подогнать. Шорты должны быть вам впор в области талии, чтобы вам не нужен был ремень, чтобы держать их. Далее вы можете проводить много времени в спортзале, занимаясь приседами с утяжелением. Но если вы при этом носите шорты, которые болтаются у вас на пятой точке, вам не удастся похвастаться рельефным задним фасадом. Когда вы покупаете шорты, проверьте, как они на вас сидят сзади. И пока никто не видит, поприседайте, чтобы убедиться, что они не слишком тесные. Длина шорт – это вопрос предпочтений. Но самые оптимальные для вас и вашего телосложения шорты – это те, которые сантиметров на 5 выше колена. Далее поговорим о солнцезащитных очках. Самая большая ошибка, которую допускают многие парни, заключается в том, что они носят очки, специально разработанные для определенных нужд. Например, очки для спорта. Ребята, вы можете думать, что в таких очках выглядите круто, но лучше выбирайте более традиционные варианты. Более классического стиля, который подходит практически для любой формы лица. И это я про авиаторы. Если они у вас есть, или вы хотите что-то более броское, обратите внимание на вейфереры. Эти очки классического дизайна, не такого популярного, и определенно они выделяются из толпы. А если вы парень, который хочет выглядеть утонченно, но при этом придерживается классического стиля, который подойдет для самых разных форм лица, присмотритесь к лабмастерам. И, господа, если вы не используете солнцезащитные очки, позаботьтесь о том, чтобы хранить их должным образом. Не в карман или на голову, а убирать следует в защитный чехол. И обсуждая летний гардероб, мы не можем проигнорировать купальные костюмы, а именно плавки. Плавки – это довольно повседневный предмет одежды, так что не бойтесь ярких расцветок и принтов. Не следует упираться только в консервативные варианты плавок. Лично я не стал бы выбирать неоново-зеленые спидос, но многие мои знакомые из Европы, если они не против такого варианта, что ж, не вижу проблемы. А если серьезно, давайте поговорим о разных стилях плавок. Вам же нужны такие, чтобы они выгодно подчеркивали достоинства вашей фигуры. Плавки для серфинга, если у вас хорошая фигура, если вы молоды, то есть вам немного за 20. Такие плавки-шорты вам отлично подходят. Но для парней с животиком, для парней с не такой уж спортивной талией, у кого есть немного лишних кило, такие шорты не подходят. Они слишком длинные и мешковатые. Выход есть. Это плавки, которые хорошо и удобно сидят на талии благодаря резинке. Вам нужны плавки на резинке, которые удобно держатся на талии. И может быть вам покажется нелогичным, но некоторым крупным парням подойдут плавки более облегающие. Никакой лишней материи, никаких складок. Эти плавки сидят по фигуре и хорошо смотрятся. Какое видео посмотреть следующим? Может быть видео про ошибки, которые допускают многие парни, когда выбирают джинсы? Лучше избегать таких ошибок, поверьте. Посмотрите это видео прямо сейчас, просто кликайте по видео и смотрите, что лучше не делать, когда выбираешь себе джинсы. Ребята, очень многие парни допускают эти ошибки. Лучше их не делать. Посмотрите это видео, не пожалеете. Продолжение следует...